Здравствуйте! На Первом Ярославском продолжает работать информационная служба. В студии Евгений Журавлев. На Ярославском «Русьхлеб» грядут массовые сокращения. 40 сотрудников своих рабочих мест лишатся уже в сентябре. Еще 30 в августе получили уведомления о предстоящем сокращении. Сейчас на предприятии трудится 450 человек. Непростые времена на заводе «Русьхлеб» наступили давно. В настоящее время часть работников переведена на четырехдневную рабочую неделю. Часть находится в вынужденном отпуске. Из-за долгов есть проблемы с закупкой сырья. Накануне из-за его отсутствия было остановлено производство на 12 часов. Кроме того, предприятие долги перед налоговыми органами и пенсионным фондом. Руководство заверило, что ситуацию пытаются исправить за счет кредитов. К решению проблем подключились и областные власти. Ряд производств уже остановлено. То есть не работает макомольное производство, не работает кондитерское производство, не работает четвертое производство, где снековая группа, крендель, хлебцы, соломка. Если говорить о сокращении объема производства, включая хлебобулочные изделия, то здесь опасаться нам на рынке Росславской области не стоит, потому что у нас есть ряд хлебозаводов, которые могут спокойно увеличить объемы производства. О происшествии. Грабеж под маской закона. В поселке Кузнечиха появились лжесотрудники миграционной службы. Сейчас вы увидите их на своих экранах. В ночь на 4 сентября двое братьев 32 и 26 лет вышли в импровизированный рейд на одной из местных ферм. Встретив там наемных иностранцев, задержанные представили сотрудниками ФМС и потребовали предъявить документы, а затем и деньги за право работать на предприятии – 10 тысяч рублей. Отказ стоил гастровайтерам побоями. Сейчас налетчики дают показания в полиции. Так как у иностранных граждан таких денег не было, соответственно, эти двое молодых людей отобрали у них сотовые телефоны, избили одного. Соответственно, после этого, после прибытия сотрудников патрульно-постовой службы, они были задержаны. Доставлены в дежурную часть Ярославского МВД. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ярославский театр «Кукол» готовится к открытию нового. По многолетней традиции, старт будет дан премьерным спектаклем. В этом году на суд маленьких зрителей кукольники представят пьесу Григория Остера «Котенок по имени Гав». Постановочная группа уверяет, что сюрпризы гарантированы. Этот спектакль не является ни копией, ни театральным ремейком знаменитого мультфильма. На образы героев и сценографию художника вдохновили детские рисунки. Над новой постановкой трудились почти три месяца. Перед премьерой напряженный репетиционный график и воспоминания о том, как начиналась ярославская история «Котенка по имени Гав». Мы поняли, что на самом деле те проблемы, которые там поднимаются, это проблемы, конечно, они сейчас настолько актуальны, и больше даже не в детском варианте, а во взрослом. Но мы поэтому пришлось кое-какие слова убирать. Менее чем через час в нашем эфире программа «День событий». Ее проведет Наталья Сидникова, она уже в студии. Наташа, добрый вечер. Что у вас сегодня интересного? Здравствуйте, Евгения. Главное на сегодня – это подготовка к зиме, а также смотрите в 19 часов. Ярославская область готовится к отопительному сезону. Ждать ли проблем зимой, знает Нина Култина. Для слабовидящих ярославцев город станет говорящим. Что это значит, расскажет Ольга Преснухина. В Ярославле открылась выставка «Покупай Ярославское». Мы оценили нашего производителя. И проверили, доходит ли ярославская продукция до полок магазинов. Репортаж Александра Лисицына. В Тутаеве в пьяной драке около круглосуточной закусочной зарезали мужчину. На месте происшествия побывала Светлана Доброхотова. Первая неделя сентября подходит к концу. О том, как ярославцы относятся к наступлению с самого дождливого времени года, расскажет Иван Уваров. Телефон редакции 744-614. Мы ждем от вас сообщений о ваших проблемах. Следите за новостями на Первом Ярославском. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова